Ривчу дел, друзья, вашими молитвами мы послушаем еще группы, у которых нет слушателей вообще. Приходят потрясающие отзывы о том, что мы даже иногда ломаем алгоритмы рекомендаций Яндекса, они начинают рекомендовать группы из моего выпуска, что очень приятно, конечно, нагнуть немножко систему, но с другой стороны, по-моему, система все еще нас нагинает. Не буду... К чему это вступление странное сказал? Не важно. Не будем долго тянуть. Какие-то новые способы поиска этих групп я пока еще не придумал. Не настолько они себя исчерпали еще, поэтому будем действовать по-старому. Ну, конечно, смотришь на количество этих групп, количество людей, которые хотят стать музыкантами успешными, или просто людей, которые выпускают свою музыку, и думаешь, это охренеть как сложно, друзья, чтобы тебя кто-то услышал. Но мы услышим. Роман Кошаргин. Однажды в сентябре его кто-то послушал, однажды ему поставил кто-то три лайка, и однажды он выпустил два трека. «Автобус» и «Всем». Мне название «Автобус» нравится, 21-й год, тем более посвежее, может быть, стоит послушать именно это. Жанр иностранный рок – трек «Автобус». Мне нравится сразу звук гитары. Прямо сначала он меня отпугнул такой, едкий какой-то, слишком звонкий, а сейчас, думаю, то, что надо. «Автобус» Набрал полный ход И быстро вперед Рассекая воздух Нет времени думать В автобусе душно Мысли пролетают возле Пейзажи мелькают Как записи с камер Автобус так прост И так сложим В автобусе Вот этот размер, который раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два… Мне он тоже нравится. Как он называется по-человечески? Шесть восьмых? Или это просто… Понятно? Все четыре четверти, если считать по-нормальному, но все-таки. Все шумно Кто-то лезет так шусто Кто-то слишком осторожен Крутится, крутится, крутится Крутится, крутится, крутится Крутится Кружится, кружится, кружится Крутится и кружится Но это же за, когда в автобусе едешь еще. Знаете, в старых автобусах я ездил на таких... Сейчас, наверное, тоже какие-нибудь такие ходят. Просто я уже... В последний раз, когда я был в Питере, там уже прошла реформа транспорта. И большинство автобусов были новые, а маршруток вообще не было. Но были такие автобусы. Не знаю, модель как называется. Вот не шарю. В моделях автобусах. И там была дырка в полу. Ну, асфальт, короче, видно. Страшно, конечно. Но это полбеды. Вторая половина беды, что, видимо, еще и выхлопная труба была сломана. Потому что через эту дырку все выхлопные газы попадали внутрь автобуса. И едешь, нахрен, не знаю, в газовом автомобиле как будто. И, конечно, там оно и все крутится, и кружится тоже будет. Два слова в песне, а сколько воспоминаний, сколько образов сразу навевается. У меня в голове, потому что у меня воображение хорошее, наверное. Не знаю. Кружится, кружится, кружится голова. Гонит автобус, крутится глобус, крутится глобус. Не, ну, по существу, вот, весь текст, да, крутится, кружится, неплохой. Там и образы пролетают мимо, с пейзажами вместе. Точнее, образы пролетают возле. Что-то такое было. Короче, текст такой, нормальный, интересный. Шуршат пассажиры. Короче, ладно, сегодня будут истории про автобус. Ехал как-то я в автобусе. Я раньше много ездил в автобусах, потому что метро не было в том районе, где я жил. Поэтому, как бы, с детства на автобусах гонял. Там был мужик, зашел. С целым мешком. Ну, просто мешок вот. Из-под картошки, не знаю, короче, мешок. Таких еще корм для животных продают, скорее всего, это он и был. Но он сидит и что-то там хрумкает из этого мешка. Сидит и ест. Ну, здоровый белый мешок такой на коленях. Начинают люди на него все смотреть. Типа, что он там ест из мешка? Ну, там мешок, как будто он с отрубями или реально с картошкой. Но он сидит и хрумкает. Он посмотрел по сторонам, заметил, что все на него смотрят. Ему так неловко стало, он засмущался. И достает из этого мешка горстями арахис. Вот арахис в скорлупе, я первый раз тогда видел. То есть арахис обычно как, покупаешь пачку, и там уже вот эти орешки, которые на самом деле бобы. Арахис в скорлупе я единственный раз видел в мультфильме про слоненка Думба или Дамба, как правильно. Там он любил арахис хавать. И он начал раздавать всем пассажирам горстями этот арахис из своего мешка. Не помню, вкусно было или нет, но довольно любопытно. И дальше продолжил есть, в общем, что это было, куда он вез этот арахис, для кого он купил. Может, для слона. Видится, кажется, всем нам Видится, кажется, всем нам Прекрасный пейзаж вдали Тянутся, тянутся, тянутся Тянутся, тянутся все к нему Он только не там, где мы Вот уже образ миража возник, образ прекрасного будущего или образ какого-то далекого спасителя, к которому все тянутся, но никак не дотянутся. Мне нравится эта песня. А может, меня захлестнули воспоминания об автобусах. Да, на самом деле классная песня и обложка такая, калейдоскопическая какая-то. И в автобусах, кстати, вообще зашибись песни писались. Я очень много песен написал, пока ездил в автобусах. Потому что там делать особо нечего. Ну, едешь там минут сорок в пробках. И если сел, еще хорошо. Бывает, одной ногой на ступеньке какой-нибудь стоишь, потому что, помню, 123 автобус ходил раз минут в сорок от Ладожского вокзала. И по вечерам там собиралось очень много желающих уехать от этого Ладожского вокзала, потому что иначе с него не уедешь никак. Останешься там навечно и врастешь в землю, как Заневский каскад. Мне не всегда удавалось в этот автобус влезть. Если влез, то хорошо. Если не влез, ждешь следующие сорок минут. Про маршрутки еще больше историй есть веселых, но песня про маршрутку нам пока что еще не попалась. Какой-то выпуск сегодня меланхолический получается, ну да ладно. Исполнитель Скотыч. Один слушатель. В этом месяце, в сентябре было два. И есть у нас трек, называется «Протест». Прям свежайший. Свежайший трек, 2023 год. Жанр альтернатива. Поэтому, ну, должно что-то мощное быть, я надеюсь. Протест все-таки. И мне нравится «Кола Зеро». Это что, не так-то с ней? Только включил, пять секунд послушал, уже все. Конформистом стал случайно. Ну да ладно. В комплекте шло, у меня не додали, получается. Я просто так Кока-Колу покупаю. Я понял смысл. Типа, вам продали ваш протест. Вас использовали, вас поюзали, вас поимели просто. Смотрите, какая замечательная песня. Я послушал «Секунд 15» и все понял. Я все понял, что хотел донести автор. Ну или подумал, что понял. Как и те, кто нас поимели, хотели, чтобы мы подумали, что мы протестуем. Хотя мы покупали на злостных капиталистических сайтах антикапиталистические футболки. Я честно скажу, мне очень нравится эта песня. Она прям такая. Я не знаю, как чувство называется. Доброе разочарование, знаете. Тут нет, как я вначале... Ну вначале я пошутил, понятно. Нету упрека. Знаете, как любят всякие пангруппы нас жизни учить. Не очень приятно иногда слушать. С пониманием. С пониманием. Да? Типа, ну да, вот в такой ситуации мы с тобой оказались. Я знаю, паршиво. Но, а что поделать? Субтитры сделал DimaTorzok Понятно, друзья. Сам протестуешь, а пока никто не видит, смотришь на группу KissKiss. Видимо, я это имел в виду. Не, классная песня вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За и против, за и против За и против, за и против За и против, за и против А какие хеты были в начале? Я думал, это будет запись с репетицией какая-то. Потому что, ну вот это... Ну, послушайте, как тут звучит. Звучит, как на телефон заснято. Но в итоге... Хорошо. И да, друзья, несмотря на все мои просьбы, не присылать мне в личку вашу группу. Вы все равно присылайте. Но я объясню, почему я не беру из того, что вы прислали. Во-первых, если я один раз так сделаю, всю свою жизнь я буду только этим заниматься, что чекать вашу группу у себя в личке. Во-вторых, так пропадет вся магия, друзья. Тут есть магия. Случайным образом мы видим какие-то группы и включаем их. Разве не прекрасно? Вы что, хотите, чтобы все было подстроено? Чтобы все места были проданы? Чтобы все это было нечестно? А я притворялся, что эту группу впервые слышу? Нет, вы такого не хотите. Вот про следующую группу я не буду говорить, что ее первый раз слышу. Потому что это группа MySelf. Они поставляют добротный пост-гранж прямиком из Москвы уже 10 лет. Особенно за последние три года они выпустили очень много материала. Можете все это подслушать. Но рекомендую вам послушать свежайший просто сингл под названием «Антидепрессант». «Антидепрессант» В общем, музон годный, что-то еще сказать. Если понравилось, то все ссылки, как на эти ребят послушать, подписаться на них я оставлю в описании. Оставленный отель в черном списке. Я знаю, ты завтра придешь к утру. Забру, что все шансы равны нулю. Давайте, друзья, найдем кого-нибудь, кто выпустил больше, чем один трек. И это группа «Виной кометы». Один слушатель за этот месяц. Ну и не то, чтобы очень много в остальные. 21 лайк за все время поставили. А время прошло, так сказать, с 2018 года, когда вышел альбом и сингл. «Вэри Крисмос» и целый альбом «Сеанс». Давайте к нему и обратимся. Жанр русский рок и названия такие. «Что, если не мы?» «Мир, друг, тебе». «Все четко, парень», «Биг Сур», «Я молод», «Новый раунд», «Новый саунд», «Суперсила», «Последнее лето». Ну и вот эти вот есть. Начальный трек на 25 секунд называется «Начало», «Последний пробуждение». Видимо, это концептуальный альбом. Мы погружаемся в какой-то сеанс, может, в гипнотический, может, еще какой-то. И слушаем все это, а потом просыпаемся в реальном мире и плачем от того, как он жесток. «Все четко, парень», мне нравится это название, давайте послушаем. Кто? «Я не пи», что это значит? «Я не пи». Я не понял, что «Не пи», может, текст есть? Ладно, «Не пи», так «Не пи». «Я не Кирилл Бледный». А, и не Кирилл Бледный. А первое тоже, наверное, какой-нибудь никнейм какого-нибудь исполнителя, которого мы забыли в 2018 году, там оставили случайно. Я думал, какой-то позитивный альбом, тут такие названия. «Мир», там «Друг», «Я молод», а тут уже нравоучения какие-то. Или это часть концепции? Может, надо целиком альбом слушать? «Молы», «Провожай глазами паровоза». «Ешь капусту и огурцы, все четко, парень, сын». «Вы точно диетолог?» Мне звук нравится, но слова сложно разобрать, честно скажу. «Я не топчик, я не оловый демон, слушаю топовый пич, не пою «Марфонел». «Посмотри в глаза тому, кто рядом ближнему, стай самым умным, заходи чаще в нижние». «Склоняй глаголы», «Провожай глазами паровоза». «Ешь капусту и огурцы, все четко, парень, сын». «Склоняй глаголы». «Склоняй глаголы». Нет, тут надо послушать еще что-то. Потому что, ну, очевидно, это неспроста вот так вот. Что было до этой песни? До того, как нам предложили есть капусту и склонять глаголы? Гитара хорошо звучать, прям по-индюшатному, так сказать. Звучит неубедительно ни хрена, ну ладно. «Если ты немного грусти, то выпустила, выглядишь плохо». «Что надо делать, если грустишь?» Я не понял. «Немного грусти, то выпустила». Неизвестно, что надо делать, если немножко грустишь. «Ты выглядишь плохо, никто не лайкает внук. Может быть, просто ты не там ищешь, мой друг. Мир, друг, тебе. Мир, это мир. Мир, друг, тебе. Жизнь подарил». «Мир тебе, друг». Если тебе грустно, если ты старый, может, ты просто не там. Надо прийти в компанию, где всем больше, будешь молодым. «Если тебе немного за двадцать, и у тебя нет друзей». Я думал, в 35-е ты есть «немного за двадцать». «Послушай совет, мудреца, забей на трафик, и больше не лей». «Подними голоду к нему, а стуки горды пыл». «Может быть, ты усложняешь, догоняй мой посыл». Понял, что это за сеансы. Это сеансы что-то в духе анонимных алкоголиков. Там такое обычно говорят, да? «Мир тебя создал». Мне очень нравится звучание, но, видимо, надо альбом целиком слушать, чтобы понять всю мысль. Ну, в общем, «Живи свою жизнь». Да, такой посыл, я думаю. В чем твоя суперсила? Покажи давай. Мы же ждем. Ты не убегай. Гудбай. Нет, тут по-любому есть сквозная какая-то линия. И, возможно, надо было прослушать начало и пробуждение. Но мы не будем. Оставим эту интригу. Кому интересно, сами слушайте. Тут что-то происходит. Человека обрабатывают на каком-то сеансе. Он попадает в какую-то секту или типа того. И, в конце концов, у него суперсилы открываются. А потом он просыпается. И говорит, а я и не спал. Группа «Суперпозиция». Есть альбом, в котором больше одного трека. Целых четыре. И мне это нравится. «История нашего внезапного прощания». Даже название-то какое романтичное. «Сопереживаю. Мальчик ничего не значит. Да, но нет». Названия все хорошие. По неймингу все топчик. Два слушателя за месяц, шесть лайков. Что бы нам включить? Что бы нам... Ну, давайте мальчика, да? Как будто саунд-продюсер был у них один и тот же. У этой группы и у предыдущей. Прям ловится, ловится. «В чем твоя суперсила? Давай покажи». «Всего тут утром ты не идешь домой». Это одна и та же группа, походу. Что за мистика? Как проснуться с этого сеанса? «Вино, сигареты, трава, говоришь, все так красиво, но что-то не так с зимой». Это я не могу. Я до этого и пять, десять минут это слушал. Давайте... Может, у вас песни есть, ну, другие по-другому звучат? Я извиняюсь, конечно, но мне надо что-то, чтобы другое звучало. Не, это какие-то облачные музыканты. В смысле, что это клауд-рок какой-то. И нужны еще эти... Когда в 80-х компьютерную графику придумали, и вот в клип ее вставляли. Надо вот что-то оттуда еще мне, чтобы было. Хорошая группа, но я так не могу, я засну. Нам надо... Нам надо встрястись. Что-то другое надо послушать. Струнки.ру открыли шоурум в Москве по адресу Энергетическая, дом 7, метро Авиамоторная. Ждут всех гостей каждый день с 10 до 20. В наличии все нужные расходники для гитары, а также ассортимент инструментов от Парк Гитар. Любую нужную запчасть можно также оперативно получить бесплатным перемещением Самарского или Питерского складов. А в декабре при покупке от 2,5 тысяч рублей можно выиграть гитару. Подробности на сайте и соцсетях магазина. Друзья, моя темная душонка просит какого-то движа. Я сказал, что выпуск меланхолический. Я не имел в виду это. Может, группа Петроградск с одним слушателем за месяц и отсутствием лайков вообще. Один альбом от 2018 года с четырьмя песнями. Может быть, она... Вот песня «Веселье». Есть песня из Бургер Кинга. Песня «Юность». Песня «Хандра». Погодите, «Веселье»? Тут даже есть матерные слова. Это должно быть весело. Веселые песни обычно так не начинаются, да? Все мы знаем. «Авангардно». «Авангардно». Ладно, кого я обманываю? Мне весело. Ладно, Леня Федоров пел в душе. Кто-то это записал и положил на какой-то бит, где двоятся бочки. Это искусство. Давайте сойдемся на этом. Но мне покоя не дает песни из Бургер Кинга. Про что же она? «Корректор А.Кулакова» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Днем он герой, а по вечерам он тормоед и бездарь Такого не бывает, друзья Давайте мыслить шире Друзья, я кое-что нашел на напоследок на сегодня Группа Имандра Или Имандра Или Имандра Я не знаю, что это, кстати, давайте проверим Озеро в Мурманской области Тогда, скорее всего, Имандра Да, Имандра и есть Это металл, у них один трек, но на полчаса, друзья И посмотрите, какая обложка Что-то красивое изображено, называется «Земля» Это сингл 2016 года, который идет полчаса Один слушатель в этом месяце Ну так-то кто-то слушает, посмотрите Видимо, стоит послушать Давайте попробуем Не все полчаса, конечно, но дадим шанс Вначале сотворил он небо и землю Земля же была безвидна и пуста И тьма над бездною И дух его носился у лады Вот оно как Будем знать, будем иметь в виду Держите в курсе И сказал он Немного не то И стал свет И отделил он свет от Хорошо И назвал он свет днем, а тьму ночь Эй, чуваки Будем в альбом писать или нет? А кажется, что интро идет, я так понимаю А может начнется песня Возможно, они весь альбом просто одним треком залили В этом смысл, да? Ну а вам кайфанусь, в общем-то Давай Врубай Прикольно, да? Вот это все Звук Андеграундный В хорошем смысле Как у старого лица Как у старого Стала Не видимы есть Держите в конца Смерть 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 Не стойте все твои ошибки, как у старого наса Невидимые сети, где снятся, где снятся Они реально с комбикой это все записывали, даже щелчки медиатора слышно Интересное звучание, кстати А вы говорите, что там с комбика записываться, ссыкотно Не ссыте, вон, запишите все Вообще, мне нравится звук такой живой, что ли Давайте что-нибудь в середине тыкнем для интереса Я так понял, они просто один альбом одним файлом залили, да? Это что, кавер на Eye of the Tiger мы попали случайно? Вообще офигенно Офигенно испято и сыграно И как бы выжато, видимо, из условий, которые были при записи Максимально и обращено в плюсы Все минусы технически были обращены в плюсы Короче, он во мне, сила, дух, там, вот эта могила Че в конце? Тысячи студент на земле Мёрт же я лжай Возможно, даже это всё лайвом писалось одновременно Тупо лайвом Если так, то вообще респект Не, круто сделано, но я думаю, людей отпугивает Трек длительностью в полчаса Возможно, там действительно в полчаса Но можно и порезать Хотя я не знаю Обычно люди знают, что делать, когда выкладывают музыку И в советах особо не нуждаются Тем более в моих На этом на сегодня всё, друзья Не забывайте, что у меня есть Бусти и Патреон Там выходит дополнительный контент Дополнительные стримы идут прямо сейчас Там идёт реалити-шоу Как мы с пацанами делаем песню Вот что у нас уже получилось Прикольно, да, это результат всего за месяц И как это получилось Там всё по шагам расписано Снятые подробные видео про каждый нюанс Про каждый шаг, так сказать Вот, кстати, замечательные люди, которые уже подписаны Спасибо им большое Также можете чекать ссылки на музыкальные магазины В описании Там промокоды применять Чтобы подешевле инструменты И всё, что вам надо музыкальное заказывать Ну и там телеграм-канал Группа ВКонтакте В общем, все ссылки есть Мерч И, друзья, до скорых встреч Спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА